Приветствую коллеги от аналитиков летных рынков от компании Техмил и с вами я Артур Изятулин. Началась у нас новая торговая неделя и главными торговыми темами у нас продолжает оставаться предвыборная гонка и ситуация с коронавирусом. На прошлой неделе растущая вероятность победы Байден у нас руководила ростом S&P 500 и вообще фондовым рынком США в целом, руководила снижением доллара. Также на прошлой неделе у нас произошла небольшая стабилизация вероятности победы Байдена. График в TradingView, который у нас рассчитывает вероятность победы Байдена на основе опросов, можно видеть, что на прошлой неделе у нас вот здесь возникла стабилизация, вот этот рост у нас прекратился. Так вот, именно этот рост у нас в некоторой степени ассоциировался с положительной динамикой S&P 500. Если мы посмотрим на динамику фьючерсов, вот здесь у нас наблюдался активный рост, начиная получается с конца сентября и вот в первых числах октября это как раз таки совпало с тем, что росла вероятность победы Байдена, росла вероятность полного контроля демократов. То есть если они также, получается, выигрывают Конгресс, занимают обе палаты Конгресса, получают большинство в обоих палатах Конгресса. Так вот, со стабилизацией, собственно, шансов Байдена на победу у нас как раз таки произошла вот эта вот здесь коррекция и как бы нетрудно догадаться, что дальнейшая динамика движения по фондовому рынку, по бенчмарку S&P 500 будет зависеть от того, как будет развиваться предвыборная гонка, будет ли у нас сокращаться или увеличиваться преимущество Байдена. Значит, в этом свете у нас главным событием этой недели будут вторые президентские дебаты. Это последние финальные дебаты, которые у нас пройдут перед выборами, и они намечены на четверг. Это последний крупный шанс, возможность для Трампа сделать рывок, сократить, получается, отставание. На мой взгляд, если Трампу все-таки удастся ослабить перевес, если мы увидим по этому графику снижение, собственно, вероятности победы Байдена, то это увеличивает шанс, это увеличивает шанс на оспариваемые выборы, так называемые. Это если у нас перед выборами разница, точнее перевес Байдена будет небольшой, то в случае, если Трамп у нас проиграет, он может все-таки попытаться опротестовать эти выборы. И, естественно, это неопределенность как в политическом, так и экономическом курсе США, по крайней мере, еще на несколько месяцев. Собственно, поэтому перевес Байдена очень важен, сохранение перевеса Байдена очень важно для рыночной стабильности. Это благо для рынка. Значит, по экономическим данным, касающимся Америки, у нас на этой неделе будут продажи новых домов в США, отчет Бейджбук от ФРС, к которым обычные регуляторы приводят некоторые данные, некоторые статистику по производственной активности, по экономической активности в США. И, конечно же, это первичные заявки на пособие по безработице, которые должны получить на этой неделе чуть большее внимание, потому что слабая, плохая динамика у нас наблюдалась, была на прошлой неделе. В остальном у нас по США, по Америке у нас в календаре не особо примечательно. Но сейчас нужно фокусироваться, готовиться к четвергу, готовиться к президентским дебатам. От этого будет зависеть дальнейшая динамика роста S&P 500, который уже хорошо скорректировался. Мы с вами об этом говорили, что была необходима коррекция для продолжения роста. Я считаю, вот этот эпизод снижения как здоровая коррекция, после которого рынок продолжит расти. Но важным фактором для роста является как раз-таки сохранение перевеса Байдена или увеличение этого перевеса. На низкую вероятность того, что Трамп сможет одержать победу, у нас указывает следующий график. Это у нас график от Deutsche Bank. Здесь у нас представлены, собственно, года, когда у нас происходили выборы в США. И вот эти столбики у нас указывают на перевес республиканца и перевес демократа перед выборами. Значит, то, что у нас вертикальный столбик, который у нас смотрит вверх, это перевес демократов, кандидата от демократов перед выборами в вопросах. Значит, столбик, который у нас смотрит вниз, это перевес республиканца в вопросах перед соответствующими выборами. Так вот, мы можем видеть, что максимальный у нас перевес у демократа в 1948 году был в 9,4 пункта. А я напомню, что сейчас текущий перевес Байдена в опросах составляет 10 пунктов. То есть, получается, с послевоенных времен у нас сейчас максимальный перевес демократа, максимальный отрыв демократа перед республиканцем. И это как бы намекает на то, что если у нас Трамп за такое короткое время сможет не только преодолеть разрыв вот этих вопросов, но еще и выиграть выборы, это будет самая грандиозная, самая большая победа аутсайдера на президентских выборах США. И это как бы наводит на мысль на то, что вероятность такого грандиозного события, крупного события, знаменательного события, она не очень большая. Потому что такие перевесы действительно очень сильно нужно постараться, чтобы сократить, да еще и выиграть выборы. Поэтому, собственно, рынок уверенно растет, ожидая, что Байден у нас все-таки одержит победу. Я напомню, что как раз-таки для рынков победы демократов, победы демократического кандидата, это очень хорошая новость, потому что их программа, предвыборная программа президента, она очень позитивна для рынков. Значит, по коронавирусу. Теперь мы двинемся к коронавирусу, посмотрим у нас, как обстоит ситуация в США с коронавирусом, потому что, собственно, рост у нас рынка также завязан на то, можно ли ожидать какие-то ограничения, санитарные ограничения в связи с ростом заболеваемости. А для этого нужно, естественно, оценивать кривую заболеваемости. Так вот, по США она сейчас выглядит вот так. В сентябре, несмотря на рост заболеваемости в Европе, мы видим, что у нас наблюдалась здесь стабилизация, грубо говоря, новых случаев. Но вот здесь, получается, во первых числах октября у нас возникла тревожная динамика в новых случаях. У нас можно видеть, что к 17 октября число новых случаев приблизилось к 70 тысячам. И вот продолжает расти, получается. Это у нас наблюдалось в октябре. Пока не так критично, да, чтобы говорить о том, что нужно ужесточать меры, что будут какие-то драконовские меры, как Европа, приниматься в США. Но все-таки нужно держать руку на пульсе, нужно следить за тем, что у нас происходит с кривой заболеваемостью в США, так как от этого зависят новые меры карантина, от этого зависит оптимизм на рынках, которые сейчас сохраняются. По индексу доллара, да, вот возвращаясь и пытаясь провести связь с выборами, мы видим, что с 25 сентября, когда у нас начала расти вероятность победы Байдена, у нас начал агрессивно снижаться доллар. В понедельник сегодня его также агрессивно продали, пока я, получается, писал материал. Доллар дальше еще ушел вниз. Так вот, базовый сценарий по доллару – это дальнейшее снижение, и тест уровня 93, а затем 92.74. Почему? Потому что вот это снижение на перевесе Байдена, если мы закладываем сейчас то, что в четверг ничего не случится экстраординарного, и Байден у нас или сохранит свой перевес, или же его увеличит, на мой взгляд, это более вероятный сценарий. Для доллара это негативно, что подтверждается вот этим снижением на увеличении вероятности победы Байдена. Вот, пожалуйста, был у нас этот рост вероятности победы Байдена, получается, в октябре. Вот у нас, пожалуйста, снижение, соответствующее снижение доллара, которое мы наблюдаем. Поэтому перед, получается, перед президентскими дебатами доллара и снижение продают, ожидая, что Байден у нас сможет закрепить свой отрыв перед выборами, а Трам, соответственно, не сможет использовать свой шанс сократить это вставание. Поэтому базовый сценарий, еще раз повторюсь, уровень, тест уровня 93, затем тест уровня 92.74, вот здесь, по евро-доллару, соответственно, рост в сторону отметки 1.18.50. Так, что еще? У нас сегодня вышли данные по китайской экономике, тоже важный индикатор настроения на рынках. Очень много от Азии сейчас зависит, в частности, от Китая. Значит, оставили они у нас смешанные впечатления, эти данные. ВВП у нас вырос, немного меньшим темпом, чем ожидал рынок. Рост промышленного производства превысил ожидания в сентябре. Розничные продажи также превзошли ожидания, превзошли прогноз. Очень хорошая, позитивная статистика, вот именно за сентябрь, за третью квартал не очень, но за сентябрь конкретно хорошая статистика. Конечно, она будет поддерживать настроение позитивное на рынке. Не даст так просто упасть рынком, в случае чего, потому что у нас есть позитивное развитие в Азии, есть экономический рост в Азии, который, прежде всего, основан, покоится на изменениях на динамике китайской экономики. Сегодня также у нас намечено заседание мониторинговой комиссии ОПЕК+. Плюс будет обсуждаться то, как участники ответственно подходят к сокращению добычи. Так как у нас Европа ужесточает меры различные, карантинные, это подавляет спрос на топливо. Естественно, ОПЕК сейчас чешет голову, чешет затылок и думает о том, нужно ли подстраивать предложение. Естественно, есть такие мысли, есть сейчас спекуляции об этом, и рынок их также учитывает. Естественно, конкретные решения приниматься сегодня не будут, это просто обсуждение того, как участники выполняют свою норму по сдерживанию добычи. Но основное у нас заседание намечается на 30 ноября, 1 декабря. На этом заседании будут приниматься конкретные решения по увеличению там квоты на сокращение добычи, либо сохранение. Но сейчас, сегодняшнее заседание, естественно, будет у нас отдавать пищу для размышлений, позволит разрастаться дальше спекуляции по поводу того, что же у нас произойдет на декабрьском, получается, заседании. Данные по фьючерсам, код данные, COT данные, так называемые, о том, как изменились у нас позиции трейдеров, показали, что позиции спекулянтов по бренду у нас, длинные позиции, они выросли на 37 тысяч лотов. Чистая позиция у нас также, получается, выросла, и большая часть изменений, очень важная, она пришлась на покрытие коротких позиций. То есть, закрывая короткие позиции, у нас увеличивались длинные. Вот. 75% из общего числа длинных позиций пришлось на покрытие коротких позиций. Это говорит о том, что спекулянты не пожелали оставаться на этой неделе, ближе к этой неделе, в коротких позициях на этой, и перед новостями, соответственно, ОПЕК. Вот. И поэтому я ожидаю дальнейший рост котировок нет, и выход из этого треугольника получается вверх, с тестом уровня 41.68, и затем, возможно, уход дальше, выход дальше, выше. Как раз-таки это должно будет накладываться на возможный рост S500, на возможное снижение доллара, о котором мы сейчас с вами говорим. Это все будет сопутствовать росту нефти, поэтому, ну, логичным, да, вот в контексте, который я вот изложил, ожидать также рост нефти, пока вот целясь на небольшие, небольшие скромные цели, беря, да, вот 41.68, ну, и затем можно рассчитывать выше, если, соответственно, она пробивает эту отметку. Вот. На сегодня все. На этом я завершаю свой обзор. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. Если вам понравилось это видео, или вы считаете его полезным, вы также можете поставить лайк. Вот. На этом у меня все. Всего доброго. Торгуйте профит.